Август традиционно очень жаркий сезон в Турции. Теперь в прямом смысле тысячи россиян сейчас отдыхают в стране, где все включено. Не исключение туристы из Алтайского края. Кадры горящей Турции появляются в новостях каждый день. Только за последние три дня в стране от пожаров пострадало 78 населенных пунктов. Но, как ни странно, пожары не отразились на спросе путевок, не отразились даже на авиасообщении. Как говорят в турагентствах, которые сейчас на связи с алтайскими туристами, ситуация в Турции стабилизировалась. Обстановка вроде спокойная. Наши люди непосредственно с задымленностью и красным небом горящей Турции не столкнулись. Пожары проходят, как правило, не в популярных туристических местах, куда мы отправляем туристов. А мы отправляем чаще всего на средиземноморские курорты. Это Белек, Кемер и так далее. А пожары проходят на западных участках курортов. И поэтому там не так частые рейсы, не так много туристов. У нас непосредственно в этой зоне туристы не отдыхают в данный момент. Туроператоры говорят о массовых отказах от отдыха. Говорить не приходится, потому что даже единичных нет. Случаев отказа нет. Ситуация стабильная. Туристы, конечно, интересуются той ситуацией, которая складывается в Турции. Но, в принципе, отказов нет. Те, кто планирует отдых в августе, они спокойно к нему готовятся. Есть определенная схема страхования. Есть страхование от невыезда для тех туристов, которые по каким-то весомым причинам отказываются от путевки. Но, конечно, просто боюсь или просто не хочу лететь. Такой причины никто не страхует. Поэтому здесь уже на усмотрение туроператора, на усмотрение туриста. Цена на путевки тоже пока стабильна. Пожары не отразились на ее снижении. Периодически появляются выгодные варианты, но их туристы могут наблюдать и в течение года. Средняя стоимость в хорошем отеле осталась прежняя. 50-60 тысяч на человека. Есть предложение и за 30 тысяч рублей. Но это уже будет трехзвездочный отель на неделю. Ну а в конце хочется добавить. Если русский турист собрался на отдых, похудел к отпуску, купил купальник и шляпку, то его уже ничего не остановит.